давай здоровяк работа или убирайся приколистов у нас сами хватает пошел ты пошел ты слушай детка когда я смотрю в твои глаза это не просто так я вижу маленьких романов маленьких мэллори я вижу звезды ангелов у нас народе не знаешь что говорят он да у нас тоже народе не говорят что ты педик господи роман безумный идет как я могу тебя воспринимать всерьез а думаю это было непросто привет роман здравствуйте мэлори это мой заверный брат мика я тебе о нем рассказывала ника это мэлори что-то так та чудная девушка ты говорил видишь не все что тебе писал оказалось неправдой готова поспорить не все надеюсь дерьма в тебе меньше чем твоим братцы и это та женщина которой я собираюсь жениться ну хватит и я думал она выйдет за меня детка и влад влад отлично чертов псих тебе бы надо сбросить плаву кило а то она а то она тебя бросит да я знаю я толстый хрен что я с этим могу поделать рассчитаться с долгами может быть дружище я сделаю это знаешь что мы разговаривали а потом ты заявил что у твоего телефона садится аккумулятор ты поступил по-скотски да нет ну знаешь не по-честному совсем не по-скотски пожалуй ты прав неподвижные девушки любят парней с хочу с хорошим чувством юмора не так ли уже смеюсь я верну тебе деньги да я знаю и вот что еще роман скажи пожалуйста это деревенчество перекатил пялиться на меня иначе я оторву ему башку засниму телефон и выложу это в интернет понял а да все отлично да уж фантастика да уж чтобы ты не говорил этот парень умеет обращаться с дамами она червашка ладно не то пойдем дорогая видимся позе не тут брат нужно показать кое-что ника поехали к серебряной лавке и он стрит что роман решил прикупить себе что-нибудь для дома собираешься строить особняка которым договорил нет ясельчак мы достаем деньги в америке для всего нужны деньги понимаешь здесь устраивает попольные игры так отвези меня туда и мы выиграем денежек отличной экскурсии для отличной экскурсии по городу понимаешь нашли клубы тилуки буфера ну такой хоть ты поиграешь мне нет равных на дерутся от любому кто сядет со мной за стол меня прозвали чистильщиком потому что ты не можешь платить по счетам и отбираешь их натурой мол пыль очень смешно нет я чистильщик потому что всегда всех отчищаю я всегда побеждаю сёк ну конечно чистильщик я очень надеюсь что твои карточные навыки лучше твои то твоего прозвища я буду играть на деньги которые должен одним албанцам ну будем надеяться что они не появятся так ведь нас поставили на счетчик роман что происходит не нас они не поставили и вообще это неважно я выиграю столько денег что могу заплатить им хоть десять раз ну все приехали подожди здесь пока я обдеру там всех внутри кстати забыл даю тебе свой мобильник на там мой номер есть позвони если объявить от единицы албанца на земли сто бежевом уриалке им то я и задолжал как раз и полегче с ними а то я знаю тебя не кобелик да вечно ты в долгах не роман ничего не меняется всегда одно и то же а а Тут пока всё тихо, ты там как, выигрываешь? Пожалуйста, скажи, что да. Ну, не переживай, у меня тут фишек, словно музыкальный автомат. Ну, жаколаденько. Ну, а это, разумеется, вышибалы. О, посмотри-ка, там тачка Романа. Пошли посмотрим. Брат, тут двое парней направляются в магазин, думаю, это те вышибалы, о которых ты говорил. Чёрт, наконец. Лучше бы тебе убраться оттуда поскорее. Хорошо, сейчас иду. Давай, Ника. Наверное, сказали, что я здесь уже. А ну, иди сюда, гад. Ника, вышибал нельзя трогать, иначе долги увеличатся. Срочно, вези нас обратно. Ладно, кажется, мы их стряхнули, брат. Только на этот раз полегче. Как старые времена, а? Знаешь, старые времена, но приходилось иметь дело с бомбами, а не с растральщиками-бандитами. Ладно, ну, лучше крути баранку. Приколы по моей части. Так, отлично, мы свалили. Больше мы не увидим у этих вышибал, я надеюсь. Как думаешь, они меня видели? Конечно, видели. То есть ты довольно заметный человек, Роман. Ну да. Зато Баду меня любит. Хрен с этими и крохобой. Жорами получат они свои деньги. Просто сейчас мы должны ответить им. Где твоя гордость? Ника, здесь ты новичок. Пока не понимаешь, как тут делаются дела. Да что ты. Мы тут у самого подножия лестницы. Это не их надо бояться. Чем заправляют русские братки, боссы Влада? Вот их остерегаться надо. И кто учит меня жизни? Мистер чистильщик, если ты ловко со всем управляешься. Где ватки? В этот раз я проиграл. Зато когда мы снова вернемся, они будут не рады моему приходу. Тогда я сорву куш. Вот тогда и рассчитаюсь с ними. Поверю только тогда, когда увижу собственными глазами. Приехали. Как тебе телефон? Может когда-нибудь сможешь тебе позволить какую-нибудь другую трубу? Остается только надеяться. До встречи, братан.